Вечером 14 января над Азовским морем были поражены два самолета российских оккупационных войск. По предварительной информации, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был сбит, а Ил-22 поврежден. В интернете также опубликовали радиоперехват пилота Ил-22, пытавшегося приземлиться в Анапе, с просьбой о пожарных и скорой. По предварительным данным сбитие произошло в районе Бердянска. А-50 практически беспрерывно сканирует Украину вглубь на 400 километров, всю авиацию и работу противовоздушной обороны. Немаловажным есть тот факт, что А-50 работает в качестве подсветки цели для зенитно-ракетного комплекса С-400, который может бить по украинской авиации в воздухе почти что до Днепра. Российские паблики косвенно подтверждают сбитие двух своих бортов. Также в РФ пытаются объяснить случившееся дружественным огнем своих сил противовоздушной обороны. Ну а возвращаясь к Питеру, пожаров такого масштаба давненько не было. 70 тысяч квадратов склада выиграли это вот видео с самолета. То есть там не то что с самолета, с соседних планет в принципе, наверное, пожар такого масштаба можно увидеть. Тысяча человек находилось в здании на момент, когда оно загорелось. С-600 были успешно эвакуированы, но по заявлениям властей, конечно же, никто не пострадал. Ну тем более мигранты, кто их там считал вообще. Ну не на фронт, так в пожарный склад. Кого там бы это волновало? Что еще тут расскажу? Питерские власти уже заявили, что они даже не представляли о существовании и работе этого склада. Ну то есть буквально, вот вы представьте, площадь здания, она как, получается, не меньше десяти футбольных полей. В нем работает тысяча человек, и власти Петербурга даже представления не имеют, что там... Ну что они там делали действительно? Ну в футбол, наверное, играли. В футбол играли, но одни играли, другие смотрели. Вот, что там они еще могли делать в этом? Действительно, никто и не знал, что это склад. Вообще, надо представить работу склада такого масштаба. Непрерывно подъезжающие, отъезжающие фуры, куча людей на проходной. Ну никто не знал, никто не знал, что это склад. Нелегальный был склад, подпольный. Крупнейший в Питере подпольный склад. Ну конечно, охотно верю. Никаких сомнений вообще нет, что просто ни один петербургский чиновник даже понятия не имел и не мог вообще даже представить, каких масштабов подпольная торговля с онлайн-сайтами просто... Всем этим подпольным казино и не снилось. Каких масштабов подпольная торговля развернулась. Просто Вайлдберрис развернул под носом у питерских чиновников. Недаром у них там кокса на миллиарды находят. Мы вот вчера в дискредитации рассказывали с Низовцевым. На миллиарды кокса находят, потому что только этим можно объяснить такое невидение. Давайте еще одно видео такое, не для слабонервных, как внутри организовано и четко проходила эвакуация сотрудников во время пожара. Вайлдберрис обещает компенсировать и покупателям стоимость покупок, и продавцам, но учитывая, что там сгорело на десятки миллиардов рублей, и зная, как Вайлдберрис ведет бизнес, ну хоть кто-то из этих двоих групп, продавцы или покупатели, ну точно нихрена не получит. Либо процедура будет такой, чтобы ее точно никто не прошел. Я обращаю внимание всех, кто смотрит, что там просто есть видео, я еще подсматривал, не будем сейчас, иначе мы весь день будем только с Вайлдберрис, этого склада, видео смотреть, их много, что у них там уже пожар, они там какие-то вещички по шкафчикам собирают. Вот чтобы вы понимали, я просто когда большой компанией руководил, изучал этот вопрос, ну поскольку у меня сотни людей в офисах были, хотелось понимать вообще, как это все устроено, и как должна система эвакуации работать, чтобы в случае чего никто не пострадал. На самом деле они как нам рассказывают, что никто не пострадал. Вот, поэтому офисы выгорают моментально. Офисы, склады, это очень-очень горючие штуки, и вот буквально на десятки секунд счет идет. Поэтому самое глупое, что можно сделать, если вы оказались на горящем складе или в горячем офисе, это пытаться собрать какие-то вещи, найти какие-то документы, там, не знаю, смартфон куда-то вы положили, надо его собрать, потому что как убегать от пожара без смартфона? Действительно, то есть люди гибнут буквально из-за того, что они какую-то вот херню забыли, и они считают, что это важная херня, и готовы рискнуть жизнью ради того, чтобы ее забрать. Ну, конечно, паспорт, как вообще без паспорта убегать с пожара? Ну, надо же потом потом новый получать, это же ужасная, кошмарная бюрократия, лучше сгореть. Или там сумочка, сумочка, в ней же смартфон, ужас какой, надо вернуться. И все хана. Вот имейте в виду, учитывая, если особенно те, кто живет в России, и кому еще много всякого такого придется пережить, учитывайте, что пожар это со всех ног к ближайшему выходу все, все, ничего не стоит жизни, ничего, что вы можете оставить в вашем любимом офисе, не стоит вашей жизни, имейте в виду. Я смотрю, в чате сочувствуют, почему, типа, все злораствуют над Вайлдберрис, почему никто не жалеет Вайлдберрис? Ну, потому что, как Бакальчук ведет бизнес, так к Вайлдберрис все и относятся. Постоянно кидают продавцов, поставщиков, сотрудников, менеджмент. Ну, то есть, отвратительная компания с отвратительной методикой ведения бизнеса. Почему же их никто не жалеет? Ну, поэтому, наверное, поэтому. Например, потому что все понимают, что они зашвырнут по-любому, зашвырнут. Я же сказал, готов поспорить с кем-нибудь, если кто хотите в чате, принимайте пари, готов поспорить с кем-нибудь, что они кинут продавцов. Ну, то есть, они не будут компенсировать сгоревшие товары. По крайней мере, большинству. Ну, то есть, может, каким-то особо скандальным или особо крупным своим партнером компенсируют, остальных просто зашвырнут. Ну, или в очередь поставят, скажут, через 10 лет приходим и тебе дадим деньги. Отвратительный менеджмент и отвратительная компания, которое просто, ну, пример, просто идеальный пример вообще мудацкого ведения бизнеса и отвратительного отношения ко всем своим контрагентам. Ну, конечно, а почему им надо сочувствовать, почему их надо жалеть? Вот людей жалко, которые оттуда не выбежали. По-любому есть люди, которые оттуда не выбежали. И про которых мы когда-нибудь узнаем, наверное. Но учитывая, что это мигранты, мы, конечно, никогда и не узнаем. Тихонечко там прикопают и все. Но вот их жалко, людей жалко всегда. А бизнес такой не очень жалко, извините. А бизнес такой не очень жалко, извините.